приветствую всех кто на моем канале сегодня мы будем развенчивать кое-какие мифы которые сложились при просмотре у меня как люди варят варенье и вот я выяснил кое-какие моменты где совершенно бесполезные какие-то делают движения какие-то рецептурные технологии все это будем сегодня я буду со своей точки зрения говорите что бессмысленно делать а что как бы нужно делать чтобы у вас получилось вкусное полезное и варенье и так больше дело уметь меньше слов значит мы почистили наши сливы это могут быть как абрикос крыжовник малина клубника без разницы что это будет то есть разные составляющие но рецепт будет один и тот же то есть я готовлю все по одному рецепту и получается у нас вот такие вот консервация вот такая варенье значит что нужно для варки нашего по на по моему методу ну по на по 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 методу который я в ю тубе увидел мне очень понравился я повторил вот и советую всем это быстро это качественно значит и в обычную не эмалированную не медную остальную кастрюлю вот пищевая сталь мы наливаем 125 миллилитров воды с расчета что мы будем делать в аренде один килограмм продукта очищенного уже значит взвешиваем пол кило сахара вот и когда закипит мы бросим это все дело сахар в нашу кастрюлю значит в интернете опять же описывают кто-то хвалит эмалированную там широкую еще какую-то кто-то медный таз хвостит ну скажу вам одно информация разная допустим медь окисляется да и если не чистить все это переходит окислы в варенье там эмаль эмаль плохо тепло распределяет и поэтому подгорают бывает вот варенье поэтому самый лучший материал где вы будете варить это вот сталь пищевая сталь обычная значит и если килограмм у нас продукта да значит у нас на 2 литра должна быть емкость то есть очень удобно два кило продукта ну берите кастрюлю на 5 литров на 4 литра значит мы доводим воду до кипения чтобы легче сахар растворился вот и обычной вот ложкой не деревянной понимаете почему я считаю вот обычная опять же стальная ложка все это не вносит не запах варенье не цвет не портит поэтому это мифы что вот надо ложкой мешать именно деревянной там какую-то специальную посуду иметь все это не нужно вот вот временем проверено что цвет не меняет вкусовые качества прекрасные отсюда и действуем по этому принципу значит у нас начинает закипать мы бросаем наш сахар и помешиваем не переживайте что сахар там не растворится снижаем интенсивность огня вот на средний ниже среднего и мы значит таким образом будем вымешивать делать сироп наш сироп теперь начинает закипать вот ну еще одно преимущество вот такой вот ложки это то что мы тоненькими ребрами до представьте деревянной сглаженной ложкой как вы будете пену снимать поэтому а элементарная обычная ложка очень прекрасно будет собирать пену значит когда закипел сироп сахар обязательно снимите пену я считаю так что в пена это продукт который выходит и какие-то при изготовлении сахара применяются может быть и химические может быть какие-то продукты свеклы там что в состав сахара входит это все как бы не очень может быть полезно может быть это мое мнение дав прокипеть минутки три вот мы забрасываем нашу абрикосу или вишню или клубнику в данном случае у нас это слива и окунаем как бы вот ее в этот сироп то есть помешиваем чтобы она пустила сок и началась температурная вот обработка газ мы снизили средний ниже среднего вот такой из минимально средний огонь опять же повторюсь здесь не важно что у вас будет клубника малина значит если малина клубника и вы форму хотите соблюсти значит этот рецепт вам не подойдет потому что по большому счету здесь пойдет чисто технологически чтобы температура кипения продезинфицировала сварила сахар зашел в продукты и законсервировала наш наши фрукты то есть и дало эту возможность сохраняться при комнатной температуре то есть цельная будет ягода или не цельная здесь уже без разницы главное чтобы она сохранила все свои питательные витамины до содержания и это цвет это показатель вот этого и вкус поэтому по такой технологии я пробовал вкус прекрасный то есть даже мы берем там две-три чайной ложки стакан варенья наливаем холодной или горячей воды и пьешь как компот то есть очень вкусно кисло-сладкий такой вкус вкус продукта который вы сделали там вишневая это будет или абрикосовая малиновая вот значит вот со временем оно и мы доводим опять же средний ниже среднего размере видите уже больше сока пустила мы доводим до кипения и с момента кипения мы 20 минут варим температура доходит и пена появляется то есть скоро будет кипеть вот а наши действия я вот такими вот движениями пенку в серединку вот собираю и потом все это ложечкой во время варки так вот собираю то есть деревянной ложкой вы так не сделайте она толстая значит засекаем время и вот с момента кипения 20 минут снимая вот таким образом пенку вот очень легко она снимается вот вы стоите 20 минут слушаете музыку с кем-то разговариваете смотрите телевидение не знаю мечтаете варите это варенье но главное что собираете пенку значит еще один момент и конец варки это когда пена перестанет образовываться это раз и второе все ингредиенты начнут на дно падать то есть это один из таких вот показателей но не больше варить чем 20 минут вот я варил черную смородину она уже через 15 минут сверху была только вот только сок был то есть и пена прекратилась уже через 15 минут вот с каждым разом пены все меньше и меньше то есть это говорит о том что уже что-то вываривается варенье входит в какие-то там процессы но пены уже практически нет то есть мы собираем вот это только говорит о том что у нас все будет хорошо как только начало кипеть у нас варенье я поставил банки в духовку через 10 минут варки варенья я выключаю духовку вот и опять 10 минут мы еще проварим в этот момент немного остынут банки вот поэтому заливать моих будем уже в подготовленные наши баночки потому что если при 200 грамм банки да и 100 грамм варенья 100 градусов варенье и 200 градусов банка она тоже лопнет поэтому температура банки должна быть все-таки ближе к 100 градусов то есть вот потихоньку не спеша мы снимаем пенку вот прошло уже 15 минут варенье варится пены нет вот по сути она уже практически готова мы в этот момент уже взвесили нет еще не взвесили сейчас взвесим вторую половину сахара 500 грамм ставим ближе и аккуратненько можно конечно из кастрюли лить но она плескается и брызгается поэтому лучше все-таки ополоничком опять же стальным элементарным не боятся каких-то там окислений варенье мы разлили по баночкам это у нас еще на компот может остаться просто добавить воды и будет шикарный компот ну и вот что у нас получилось из килограмма варенья из килограмма ягод до сливы у нас получилось две полу литровые и еще какая-то емкость ну и теперь когда вы сварили и добавляете в чай вот такой вот цвет имеет это варенье то есть то что я вам и говорил еще какой плюс этого метода что если вы хотите желе желеобразным сделать да не нужно перетирать через сито через еще что-то сейчас она горячее но когда она остынет она будет более и по сути однородная вот масса понимаете то есть не нужно лишних телодвижений делать она и так превратилась желеобразная то есть вот так вкусно полезно быстро и всем на радость